всем привет друзья если кто-то уже проснулся у нас пол третьего ночи зал работает правда два человека сегодня в зале с пятницы на субботу не так много желающих пахать наверное все бухают в чем прикол прикол в том что мне тоже приходится не спать сегодня потому что маша уехала на соревнования она должна была работать попросила девочку другую франдеска подменить ее но то тоже устала в общем не важно я не сплю пишу статью устал уже отсидел пятую точку вот решил если у вас есть какие-нибудь вопросы по отвечать в прямом эфире как это все мы с вами любим и вы и я и о чем хочу сказать очень много было сказано в этом году о мотивации мы с вами обсуждали различные темы как стимулировать в себе мотивацию к тому или на что я хочу обратить внимание большинства которые любят придумывать себе отговорки что начнут тренироваться с понедельника с нового месяца или с нового года друзья вам придется придумывать новые отмазки придется придумывать действительно прикольные отмазки почему потому что 1 января 2018 года будет ну естественно первым числом месяца новым месяцем новым годом и еще попадает на понедельник вот реально нет никаких отмазок больше ни у кого и в связи с этим я предлагаю вам новый конкурс придумайте действительно реальную прикольную отмазку и лайкайте комментируйте отмазки которые будут предлагать другие люди у кого будет больше всего лайков того друзья я бесплатно включу в нашу закрытую группу тренировок где на каждую неделю выкладывается новая программа тренинга по принципу периодизации естественно вступите бесплатно и будете пользоваться всеми благами которых там очень очень много нас там уже 170 человек вы знаете нет ни одного недовольного и постоянно приходят заявки на вступление вступление в группу платная если кто не знает поэтому не присылайте заявку если вы не готовы оплатить но так как сейчас новый год вот решил сделать такой конкурс потому что многие спрашивают а будут ли скидки на вступление в группу друзья давайте придумывайте варианты отмазок и самые прикольные смешные будут реально оценены и вы получите доступ в закрытую группу пришел вопрос здравствуйте кушаю правильно худею но живот меньше живот уйдет со временем если вы будете продолжать грамотно правильно питаться уйдет живот уйдет излишек жира почему уходит медленно с живота у кого-то с ног с ягодиц у парней больше конечно сложнее уходит живота у девочек с ягодиц все это связано с тем что жир накапливается в первую очередь именно вот в этих местах где меньше всего кровообращение но уходит он как раз таки в последнюю очередь если вы девушка у вас в первую очередь похудеют похудеет грудь к сожалению если вы парень у вас начнется похудение скорее всего с рук потом дельты и так вот постепенно пока не дойдете до самых труднодоступных мест но не стоит переживать по этому поводу потому что если вы будете придерживаться правильного питания будете хорошо грамотно тренироваться вы обязательно обязательно достигнете своих целей следующий вопрос можно ли тренироваться каждый день допустим просто делать отжимания приседания пресс ну смысл в том какую цель вы перед собой ставите если ваши тренировки носят характер физической культуры в плане физкультуры просто хотите себя хорошо чувствовать конечно вы можете тренироваться каждый день но если вы ставите перед собой какую-то серьезную задачу и ваши тренировки грамотно строятся и преследуют какую-то как я уже скажу определенную цель как я уже говорил вам все-таки лучше не тренироваться каждый день если только это не тренинг на окислительные мышечные волокна тренируясь в режиме окислительных мышечных волокон можно тренироваться каждый день поэтому друзья все нужно делать грамотно ко всему нужно подходить с головой и тогда у вас все все будет получаться не забывайте что когда вы достигнете определенных силовых показателей именно в приседаниях в становой тяги в отжиманиях от брусьев и в подтягиваниях именно тогда необходимо переходить на периодизацию напоминаю что вы можете ознакомиться с тем как нужно тренироваться первые два года для парней уже с вышедшей книгой моей которая называется ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес а девчонки скоро получат тоже шикарную книгу в три раза большую по объему чем книга которая написана для парней и та и другая книга будут крайне важны необходимы интересные и помогут в работе тех кто взял на себя ответственность тренировать людей инструкторам тренерам находите ее не забывайте что я объявил конкурс на название книги для женщин для девушек и тот кто предложит самый лучший вариант и если я его действительно использую в названии книги получит от меня бесплатно целый год персонального тренинга а тот вариант который наберет больше всего лайков получит также бесплатное вступление в мою закрытую платную группу тренировок следующий вопрос как я отношусь к жиросжигателям друзья если говорить откровенно нет сейчас свободной продажи жиросжигателей как только был запрещен я уже рассказывал эфедрин как только его изъяли из жиросжигателей жиросжигатели перестали быть жиросжигателями это термодженики это еще какие то различные фигнюшки за которые не стоит платить денег а стоят современные так называемые жиросжигатели сумасшедших денег как вы знаете поэтому если вы будете грамотно питаться если вы будете подходить грамотно к процессам тренинга восстановления то никакие жиросжигатели вам не нужны сэкономьте деньги какой протеин для набора массы лучше выбирать друзья неважно для набора массы или еще для чего то протеин всегда имеет смысл покупать комплексный комплексный это не значит гейнер многие путают комплексный это значит что там как минимум будет два быстрых белка едва медленных это самый лучший протеин который вы можете себе позволить пусть он будет стоить дороже но он качественнее он служит всем необходимым нашим целям задачам если вам нужно гейнер после тренировки добавляете в него банан или даже простой сахар получается лучший гейнер этот протеин подходит вообще на все случаи жизни так что моя рекомендация это комплексный протеин лично я сам покупаю и принимаю от optimum nutrition он так и называется комплекс поэтому следите за тем что есть в вашем городе в вашей стране какие протеины есть и обязательно покупайте чтобы он был комплексным но там не должно быть углеводов это как бы самый лучший вариант того что вы можете себе позволить то есть мало людей в субботу не спит с утра поэтому и вопросов мало пишите не стесняйтесь друзья вопросы какие вы еще не успели узнать сколько дней восстанавливаться восстанавливаются мышцы я делала приседания с ребенком его вес 18 килограмм можно ли это каждый день приседать и л-карнитин спортивная как вам препарат л-карнитин очень хороший препарат он работает именно в митохондриях он полезен для сердечной мышцы если у вас какие-либо есть проблемы или вы хотите чтобы их не было особенно если вы много работаете в аэробном режиме но и для анаэробного режима тоже будет полезен самое главное понимать что л-карнитин это не жиросжигатель но действительно полезная добавка если знать когда как ее принимать обязательно он должен быть в ацетиловой форме об этом мало где говорят ацетил л-карнитин именно только такое название на банке должно сподвигнуть вас на покупку данного препарата очень очень хороший препарат если его грамотно правильно принимать и еще вы спрашиваете можно ли приседать с ребенком который весит 18 килограмм каждый день конечно можно если вы не будете загонять себя не доходить в отказ будете тренироваться в удовольствие при правильном положении позвоночника если вам это удается можете смело приседать делать такую тренировку каждый день и это очень хорошо скажется не только на вашем самочувствии но и на вашем внешнем виде но единственное должны понимать что нарастить ягодичные мышцы вы навряд ли сможете таким способом сколько должна длиться сушка друзья сушка говорить неправильно потому что сушка почитайте мои статьи я объясняю что такое похудение что такое жиросжигание что такое сушка сушка это единственные пару дней перед выходом спортсмена на сцену и вы должны понимать что она не имеет ничего общего с жиросжиганием и вы скорее всего хотели уточнить сколько должна длиться жиросжигание так вот если делать его грамотно и безопасно вы можете быть на похудении на жиросжигании ровно столько сколько вам необходимо у кого-то это займет два месяца у кого-то это займет два года но повторяю при грамотном рационе питания если он будет у вас полноценным вы можете и должны придерживаться такого питания пока не достигнете той формы того процента жира в организме к которому стремитесь как относитесь к вакууму ну я уже писал и это делал видеоролики это второе по популярности видео у меня на ютуб канале зайдите посмотрите мой канал называется хэви метал джим я там рассказываю как правильно делать вакуум вакуум это единственное что может визуально уменьшить ваш живот ну и соответственно получается как бы талию но не уменьшить талию в плане того что она не станет уже с боков это невозможно только если удалите себе нижние ребра мне 48 лет в моем возрасте будут мышцы расти мышцы будут расти в любом возрасте главное понимать если вы только только начинаете тренироваться в 48 лет то это совершенно другая история вы во первых конечно же должны пройти полное обследование проконсультироваться с врачом и начать свою тренировку свои тренировки с статодинамики изотон изобретенный уважаемый мной и многими другими грамотными людьми Виктором Сильяновым начинайте делайте все грамотно плавно изучите весь ваш опыт если он у вас был какой-то спортивный если нет то изучите то дело которым вы хотите заниматься и в плане питания и в плане тренинга я сделаю отдельный ролик о том как тренироваться в разном возрасте и как начинать тренироваться в разном возрасте если раньше никогда не тренировался но повторяюсь в каком бы возрасте вы не начали тренировки это всегда пойдет вам на пользу л-карнитин мне не подходит сейчас к сожалению при ВСД польза от него была так ваши предпочтения коэнзим q10 или л-карнитин а это совершенно разные два препарата поэтому вы можете принимать их оба смотря с какой целью вы хотите их принимать можете чередовать месяц пить один препарат месяц пить другой препарат месяц отдыхать и так вот по кругу можете чередовать эти препараты скажите пожалуйста а как часто необходимо делать вакуум и в какое время ну ладно друзья если вам лень зайти на мой youtube канал расскажу еще раз про вакуум вакуум нужно делать каждый день минимум можно его делать раз в день по утрам как проснулись вы выпили стакан два чистой воды можно добавлять туда выжатый сок дольки лимона в воду после этого вы в принципе по любому заходите в туалет опорожнить свой желудок и это очень хорошо вы сходите сделаете все что необходимо умоетесь сполоснете прополоскаете рот почистите язык и вот наступает время когда нужно сделать вакуум это самое идеальное время потому что желудок пуст а вакуум нельзя делать ни в коем случае на полный живот ни в коем случае как вы поели всегда нужно делать когда уже желудок пуст либо как вот я описал сейчас по утрам после того как вы ходили в туалет либо перед едой и в принципе вакуум это упражнение из йоги вы можете его делать каждый раз перед едой когда хотите кушать это будет говорить о том что ваш желудок пустой и вы можете делать вакуум это пойдет вам на пользу по-любому ух ты вот это я чихнул коэнзим хорошая добавка и кардио и лк не разные вещи разве друзья коэнзим q10 и ацетил л-карнитин это совершенно разные пищевые добавки совершенно разные вещества коэнзим q10 не так давно вообще был открыт насколько я знаю по моему даже человек получил за это нобелевскую премию так что изучите все в принципе есть в интернете в свободном доступе считаете ли вы правильным так сейчас прочитаю вопрос считаете ли вы правильным прокачивать два раза в неделю с разной интенсивностью одну группу мышц да друзья если вы делаете грамотно периодизацию своего тренинга тренируетесь на силу тренируетесь тренируете промежуточные мышечные волокна гликолитические мышечные волокна то между этими тренировками вы можете вставлять и должны вставлять тренинг на окислительные мышечные волокна и в таком случае если вам хочется прокачивать группу мышц два раза в неделю вы можете это делать к примеру это так будет сила одна тренировка другая тренировка на эту же группу мышц будет окислительные мышечные волокна затем идут промежуточные мышечные волокна затем опять окислительные затем гликолитические затем снова окислительные Волокна повторяются чаще. Это просто необходимо и для восстановления, и для хорошего вашего самочувствия, для здоровья, для всего, в принципе, организма, начиная от центральной нервной системы и заканчивая эндокринной нервной системой. И, естественно, это будет хорошо сказываться на вашем самочувствии. Вы не будете угнетать себя, не будете загонять себя. Для организма нет ничего хуже, вы знаете, чем монотонность, однотипность. Поэтому периодизация так важна. Спасибо за то, что делитесь такими полезными знаниями в своих видео. Спасибо вам, друзья, что пишите комментарии. Не забывайте, что самая лучшая благодарность – это репост. И делитесь моими статьями, видео, роликами в своих соцсетях. Мои тренировки, как правило, проходят вечером с 20.15. В какое время до тренировки необходимо поужинать? И надо ли есть полбанана после тренировки, если я ложусь спать в 23.00? Друзья, во сколько бы ни была ваша тренировка, вы должны поесть медленных углеводов за 2 часа до тренировки с белком немножко. И во сколько бы поздно ни закончилась ваша тренировка, полбанана или даже банан нужно съедать сразу после тренировки всегда. Вообще без исключения. Всегда. Запомните это как правило, как закон, потому что именно это будет обучать, будет направлять наш организм на то, чтобы инсулин, транспортный гормон, который хватает питательные вещества и везет их либо в мышечные клетки, либо в жировые. Так вот, эти правила помогают нам уменьшить поступление питательных веществ с помощью инсулина как транспорта в жировые клетки, но перенаправить их в мышечные клетки. То, что все мы с вами и хотим. Мышцы будут восстанавливаться лучше и, естественно, будут меньше накапливаться жиры, что вообще просто по себе прекрасно. Спасибо за полезную информацию, за вашу работу. На здоровье, друзья. Всегда рад помочь. Правда, что молочка задерживает воду и лучше ограничить ее употребление. Да, друзья, только сегодня мы делали прямой эфир. Можете его пересмотреть и скоро выложу его в своем блоге на YouTube канале. Мы говорили о молочке. И, в принципе, я не раз об этом уже говорил. Молочка содержит лактозу. Если это кисло-молочка, ее там либо нет, либо немножко. Но лактоза – это сахар. И когда речь идет уже о серьезной подготовке, когда вы избавились уже от какого-то процента жира и остаются считанные килограммы, и процесс остановился, жиросжигание, вот тогда следует исключать молочку уже полностью. Опять-таки, если вы девушка, вы должны понимать, что у вас существует менструальный цикл. И все, что бы вы ни делали, и питание, и тренинг строятся через призму менструального цикла. Запомните, что в четвертую фазу, когда ПМС, и в первую фазу, когда непосредственно происходит выделение, никакой молочки, вообще просто исключать ее, даже если вы не можете жить без молочки. Потому что эти две фазы, четвертая и первая, определяющие. И если вы будете перебирать с жирами, неважно, в принципе, с калориями, то все, что вы делаете в другое время, будет перечеркиваться. Следите за этим очень внимательно. Кушайте, употребляйте молочку смело в первой половине дня, ограничивайте во второй, и ни в коем случае не употребляйте молочку, никакую, ни в каком виде, ни в каком варианте, в последний прием пищи. Никогда вообще. Запомните это. Вакуум не выходит у меня, сколько же не пробовала. На планке подолгу легче стоять. Да, но стоит об этом задумываться. Запомните, что есть такой тест, и нужно выдохнуть воздух полностью из груди, из живота. И если вы не можете продержаться 40 секунд, это говорит о том, что ваш организм не совсем здоров. Поэтому сам по себе вакуум очень полезен, и не зря его считают одним из лучших упражнений йоги, практикуют постоянно. Поэтому, друзья, сосредоточьтесь на этом вопросе, если у вас не получается. До скольки часов можно кушать углеводы? А именно, фрукты при похудении. Друзья, при похудении фрукты можно кушать только после тренировки. Единственное время, когда можно кушать фрукты при похудении. И запомните еще такую вещь, что углеводы вечером мы исключаем. То есть, в последний прием пищи не должно быть углеводов. А последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна. Поэтому подстраивайте сами под свой режим. Чем старше вы становитесь, особенно это касается женщин, тем перерыв, промежуток вот этот между приемом пищи и отходом ко сну должен увеличиваться. Обращайте на это тоже очень большое внимание. Я огорчена. Я думала, приседая с ребенком, мышцы ягодиц будут расти. Тогда что мне делать? Я вижу результат на ногах. Ну, вы в любом случае будете улучшать свою фигуру, в плане того, что мышцы будут крепнуть. Если вы хорошо питаетесь, грамотно питаетесь, будет уходить жирок. Но ягодицы от этого не вырастут. А чтобы росли ягодицы, вам нужно пойти в тренажерный зал и делать становые тяги и приседать. А если не можете или почему-то не хотите пойти в тренажерный зал, вам придется купить эту штангу домой. Но, на мой взгляд, это не так продуктивно. Мало кто может полноценно, грамотно тренироваться дома. Все-таки, друзья, лучше посещайте хорошие тренажерные залы. Тренируйтесь грамотно по грамотно составленным программам тренинга. Полноценно питайтесь. Кстати, обращаю ваше внимание, что полноценное питание не обязательно должно быть разнообразным. Если вам поступает необходимое количество микро-макро-нутриентов, то можно питаться ограниченным набором продуктов. Я просто с детьми дома не могу ходить в тренажерку. Ну, значит, нужно купить штангу домой и тренироваться дома. Нету никаких волшебных секретов, никаких волшебных пилюль. Нужно определяться. Я знаю девочек, выступающих спортсменок, у которых четыре ребенка. Они ходят в тренажерку, они выступают на соревнованиях, они занимаются детьми. Не хочу, конечно, никого укорять, упрекать. Но, на мой взгляд, что когда человек хочет, он находит возможности. Когда мы не хотим что-то делать, ленимся, мы склонны к тому, чтобы находить причины, чтобы не делать то-то или то-то. Так что задумайтесь, насколько вам это важно, почему вы не можете пойти в тренажерку. Поэтому достаточно хотя бы ходить два раза, один-два раза тренироваться дома. И вы будете в очень хорошей форме, будете себя хорошо чувствовать. И будете примером для подражания многих и многих людей. Также хочу напомнить, друзья, вам, что необходимо вести дневник тренировок и питания. Потому что это может стать вашим лучшим тренером. Никто лучше вас не знает, как вы реагируете на то или иное упражнение, как вы реагируете на тот или иной продукт, когда вам лучше лечь спать, когда лучше проснуться. Вообще, дневник – это путеводитель, с помощью которого вы сможете научиться понимать себя еще лучше. Если у вас нет возможности тренироваться с тренером, изучайте мат-часть. То есть, станьте экспертом в плане теории. И когда делаете то или иное упражнение, снимайте себя с разных сторон, с разных ракурсов на видео. Вы будете видеть ошибки. И ваш мозг будет это замечать. И когда вы будете уже делать в следующий раз это упражнение, вы почувствуете разницу. Поверьте, это волшебно действует. Даже иной раз лучше, чем наличие не очень грамотного тренера. Упражнение «Тазовый мост» – это лучшее упражнение для увеличения ягодиц. Для увеличения ягодиц лучшее упражнение – это глубокие приседания. Ягодичные мостики тоже могут быть полезными. Тоже их необходимо выполнять. Но они не сравнятся все равно по эффективности с приседаниями. Реально глубокими приседаниями и со становыми тягами. Становая тяга и присед – два лучших упражнения. Вообще, какие только можно придумать. Поэтому никогда не исключайте их из своего тренинга. Научитесь грамотно, технически правильно выполнять два этих упражнения. Не делайте их в один день. В день приседаний можно делать румынскую тягу. А в день становой тяги можно дополнительно делать еще русские наклоны. При таком тренинге ваши ноги будут самыми красивыми, если вы девушка, и самыми мощными и сильными, если вы парень. Так что, друзья, такие вот пироги. Напоминаю, что 2018 год начнется 1 января. То есть, новый месяц, новый год. И это будет еще и понедельник. Закончим это видео тем, с чего начали. А именно, что если вы придумаете какую-то очень крутую, смешную отмазку, так как эти отмазки уже не прокатят, да, что с понедельника, с 1 числа, с нового месяца, с нового года начать тренироваться, начать правильно, грамотно питаться, отказаться от алкоголя, неважно от чего, эти отмазки уже не сработают. Придумайте прикольную отмазку, пишите ее в комментариях. И та отмазка, которая наберет больше всего лайков, ее автор получит бесплатно вступление в мою закрытую платную группу, где вы получаете каждую новую неделю, новую программу тренинга именно по принципу периодизации относительно всех типов мышечных волокон. У нас там уже 170 человек, ни одного недовольного. Друзья, спасибо всем, кто смотрел. Хороших вам выходных, хороших вам праздников. Встретьте этот Новый год здорово, в здоровой сфере, здоровой обстановке, с здоровыми людьми. А мы с вами увидимся в следующий раз. Всем пока. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока, сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok